Под лучами весеннего солнца сходит снежный покров, обнаружив высохшую прошлогоднюю траву. В такое время особенно неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или не потушенный полностью костер, представляет собой опасность. За дежурные сутки на территорию Чувашской республики зарегистрировано шесть возгораний сухой травы. Два пожара произошли в Козловском районе, по одному – Аллатровском, Красночитайском, Шумерлинском, и один пожар зарегистрирован в городе Новочебоксарск. Около полудня 14 апреля огонь, перешедший из горящего поля, уничтожил сразу четыре бревенчатых дома. Это два жилых и два пустующих в селе Русские Алгаши Шумерлинского района. Пламя угрожало трем соседним жилым строениям. Их удалось отстоять от огня. В тушении принимало участие шесть пожарных автоцистерн, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Практически все травяные палы происходят по вине человека. Удержать их под контролем удается редко. Именно поэтому выжигание травы приводит к пожарам. За нарушение требований пожарной безопасности для граждан предусмотрены штрафы. Неконтролируемые палы сухой травы представляют реальную угрозу населенным пунктам и лесным массивам. В зависимости от последствий, виновников пожаров, происшедших по этой причине, ожидает подусмотрено законом наказание, вплоть до уголовного. Напоминаю, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, минимальный штраф составляет 2000 рублей. Отметим, что на территории Новочебоксарска в этом году произошло 23 пожара. В прошлом году за аналогичный период их было 25. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.